Глава 8. Ты, который позволяет жить вместе людям единодушным, ввел в наше общество Эводия, молодого человека из нашего муниципия. Глава 9. Прежде Он служил Осведомителем, затем обратился к Тебе, крестился и, оставив мирскую службу, посвятил Свою жизнь Тебе. Мы были вместе и вместе собирались прибыть в нашем святом решении. Мы обдумывали, в каком месте лучше нам служить Тебе и решили все разом вернуться в Африку. Когда мы были в Остие на Тибре, мать скончалась. Я многое опускаю, потому что очень тороплюсь. Прими, Господи, исповедь мою и благодарность, пусть и безмолвную, за бесчисленные дела Твои. Но я не пройду мимо того, что родилось в душе моей к этой слуге Твоей, которая родила меня телом для этого приходящего света и сердцем для вечного. Я буду говорить о Твоих дарах ей, не о ее собственных качествах. Она не сама себя создала и не сама себя воспитала. Ты сотворил ее. И ни отец, ни мать не знали, какой она будет. Ее наставила в страхе Твоем розга Христа Твоего, руководство единого Твоего в семье верной, члены которой были добрыми членами церкви Твоей. За старательное воспитание свое она не столь хвалила мать свою, сколь некую престарелую служанку, которая носила еще отца ее на спине, как обычно носят малышей девочки постарше. За это, за ее старость и чистые нравы, пользовалась она в христианском доме почетом от хозяев. Потому и поручена ей была забота о хозяйских дочерях, и она старательно несла ее. Полная святой строгости и неумолимая в наказаниях, когда они требовались, была она в наставлениях разумна и рассудительна. Она, например, разрешала девочкам, невзирая на жгучую жажду, пить даже воду только во время очень умеренного обеда за родительским столом. Она остерегала их от худой привычки разумным словом «Сейчас вы пьете воду, потому что не распоряжаетесь вином, а когда в мужнем доме станете хозяйками погребов и кладовок, вода вам может опротивить, а привычка к питью останется в силе». Таким образом, разумно поучая и властно приказывая, обуздывала она жадность нежного возраста и даже жажду у девочек удерживала в границах умеренности. Пусть не прельщает их то, что непристойно. И однако незаметно подползла к матери моей, как рассказывала мне, сыну, слуга твоя. Подползла страсть к вину. Родители обычно приказывали ей, как девушке воздержанной, доставать вино из бочки. Опустив туда через верхнее отверстие сосуд, она, прежде чем перелить это чистое вино в бутылку, краем губ чуть-чуть отхлебывала его. Больше она не могла, так как вино ей не нравилось. И делала она это вовсе не по склонности к пьянству, а от избытка кипящих сил, ищущих выхода в мимолетных проказах. Их обычно подавляет в отроческих душах глубокое уважение к старшим. И вот, прибавляя к этой ежедневной капле, ежедневно по капле, а тот, кто ни во что не ставит малое, мало-помалу придет в упадок, она докатилась до того, что с жадностью почти полными кубками стала поглощать неразбавленное вино. Где была тогда проницательная старушка и ее неумолимые запреты? Разве что-нибудь может одолеть тайную болезнь нашу, если ты, Господи, не бодрствуешь над нами со своим врачеванием? Нет отца, матери и воспитателей, но присутствуешь ты, который нас создал, который зовешь нас, который даже через злых людей делаешь доброе, чтобы спасти душу. Что же сделал ты тогда, Боже мой? Чем стал лечить? Чем исцелил? Не извлек ли ты грубое и острое бранное слово из чужих уст, как врачебный нож, вынутый из неведомых запасов твоих, и не отрезал ли одним ударом все гнилое? Служанка, ходившая обычно вместе с ней за вином, споря, как это бывает с младшей хозяйкой с глазу на глаз, упрекнула ее в этом проступке и с едкой издевкой назвала горькой пьяницей. Уязвленная этим уколом, она оглянулась на свою скверну, тотчас же осудила ее и от нее избавилась. Так друзья льстя развращают, а враги броня обычно исправляют. Ты, однако, воздаешь им не за то, что делаешь через них, а за их намерения, она, рассердившись, хотела не излечить младшую хозяйку, а вывести ее из себя, тайком, потому ли, что так уже подошло и с местом, и со временем ссоры, или потому, что сама она боялась попасть в беду за поздний донос. Ты же, Господи, правящий всем, что есть на небесах и на земле, обращающий вспять для целей своих водные пучины и подчиняющий себе буйный поток времени, ты безумием одной души исцелил другую. Если кто словом своим исправил того, кого он хотел исправить, пусть он после моего рассказа не приписывает этого исправления своим силам.